АЛЛА КАНДАКОВА АЛЛЛА 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 КАНДАКОВА быть с учетом применяющегося минимального предельного срока владения недвижимым имуществом. Но что это означает? Что доходы, полученные от продажи недвижимости, будут освобождаться от налогообложения в случае, если этот объект собственности находился в пределах налогоплательщика, в пределах минимального предельного срока и более. В частности, на примере, чтобы сразу было понятно. В частности, по объектам собственности, по которым применяется минимальный предельный срок владения недвижимым имуществом, как три года, он определяется теперь только в случае, если соблюдены следующие из трех условий. Какие это условия? Первое условие – это право на объект собственности получено в результате приватизации. Второе условие – право собственности получено в результате наследования или по договору дарения от лиц, которые являются близкими родственниками. И третий вариант у нас с вами – это право собственности на недвижимое имущество получено налогоплательщиком, плательщиком ренты, в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением. Вот в этом случае, во всех этих трех случаях, у нас с вами действует минимальный предельный срок владения недвижимым имуществом – три года. Ну, соответственно, те, у кого в собственности было менее трех лет, те будут отчитываться, остальные не будут отчитываться. Во всех остальных случаях, кроме вышеперечисленных, минимальный предельный срок владения недвижимым имуществом, в результате которого освобождается налогоплательщик от уплаты налога на доходы физических лиц, определяется как 5 лет. Вот на это следует обратить внимание. Но, чтобы наши налогоплательщики не путались, я сразу же говорю о том, что вот эти все изменения, они у нас с вами применимы только к тем сделкам, которые были совершены уже с 1 января 2016 года. Традиционно рязанцы ждут информационные письма от налоговой инспекции, в которых мы напоминаем о том, что необходимо задекларировать свои доходы. Но вот, к сожалению, в этом году, учитывая такое достаточно сложное финансово-экономическое положение в стране, да, и необходимость все-таки экономить бюджетные средства, такие письма направляться не будут. Поэтому обращаем внимание рязанцев, что незнание закона не освобождает от ответственности. В обязательном порядке нужно представить декларацию всем тем категориям, которые мы перечислили сегодня. Ну, наверное, не лишним будет все же напомнить о порядке предоставления декларации о доходах физлицами в налоговые органы. Конечно, несмотря на то, что традиционная у нас компания, да, и налогоплательщики уже знают, но тем не менее, те, кто первый раз будет подавать декларацию, да, должны знать, что они могут это сделать лично, обратившись в налоговую инспекцию или через представители, чьи полномочия подтверждены. Кроме того, это можно сделать по почте и в электронном виде, в том числе через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Вот буквально два слова по поводу вот такой возможности. Дело в том, что у нас достаточно давно можно было через личный кабинет сформировать декларацию 3НДФЛ, очень интересная там программа встроена в сервис, сразу проверяется правильность заполнения и так далее. Но в качестве новшества хочу отметить, что с 1 июля 2015 года теперь такую декларацию можно и послать в налоговую инспекцию. То есть она формируется в личном кабинете налогоплательщика и направляется в налоговую инспекцию, причем не дублируется на бумажном носителе. Вот это очень важно. Единственное, что для этого необходимо сделать, это в своем личном кабинете налогоплательщик должен сформировать усиленную неквалифицированную электронную подпись. Как это сделать? Все подсказки есть в сервисе. Ну, вот могу сказать на опыте, что это занимает не более 5-7 минут. И после этого вы подписываете свою декларацию, а также и ряд других документов, такая возможность тоже есть, и направляете их через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Поэтому мы очень рекомендуем не стоять в очереди. Все прилагающиеся документы, которые необходимо представить вместе с декларацией 3НДФЛ, они сканируются и также направляются вот таким образом. То есть посещение налоговой инспекции не требуется. Поэтому, конечно, на этом хотелось бы сделать акцент. Но те, кто еще у нас не является пользователем личного кабинета, для тех есть возможность скачать программу декларации. Тоже на сайте налог.ру. В разделе программные средства они могут это достаточно легко сделать. Программа сформирует, причем и на печать можно вывести только те листы, которые необходимы, чтобы не путаться, потому что достаточно много листов декларации. Ну и, конечно, в декларацию можно взять и бланк бумажный в налоговой инспекции. Непредставление налоговой декларации в срок, установленный законодательством, влечет за собой наложение штрафных санкций. В размере 5% от суммы налога, подлежащей к уплате на основании декларации, но не более 30% и не менее 1000 рублей. Вот здесь я хочу обратить внимание рязанцев, что в случае, даже если в декларации, которую они представят, налог к уплате будет ноль, такая ситуация тоже возможна. Есть ряд условий, при которых такая возможная ситуация. То, если они представят ее позже, 4 мая в этом году, они будут обязаны заплатить 1000 рублей штрафных санкций. Поэтому, конечно, я думаю, это совершенно не лишним будет заранее просто продумать и не нарушать в данном случае срок, который установлен налоговым кодексом. Спасибо большое, Алла Александровна, что пришли к нам в этом году в первый раз. Очень приятно вас видеть в нашей студии. Спасибо. Надеюсь, и дальше будем информировать налогоплательщиков, чтобы они у нас своевременно исполняли свои обязанности. Обязательно никуда не денемся. Обязательно будем. Спасибо еще раз большое. Это была программа «Городские встречи». Алла Кондакова сегодня у нас в студии. Ну, а мы с вами скоро увидимся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова